Лицкий хлебозавод Лицкий хлебозавод Лицкий хлебозавод Учить нужно на своем примере. В Центральной районной поликлинике прошла акция, направленная на привлечение медработников к здоровому образу жизни. В первую очередь должны привешенцами здорового образа жизни не быть, конечно, медицинские работники. Мы за здоровье и спорт. Под таким девизом стартовала спартакиада среди работников Лицкого райисполкома. Настроение бодрое, много адреналида и есть желание, по крайней мере, войти в тройку сильнейших. Начинаем выпуск с чрезвычайного происшествия в регионе. Вчера вечером в огне погиб 61-летний мужчина. Пожар произошел в одном из домов деревни Бельский Детлянского сельсовета. Когда прибыли спасатели, их помощь хозяину уже была не нужна. Бездыханное тело они обнаружили на полу в одной из комнат. Гражданин характеризовался как злоупотребляющий спиртными напитками. Также стало известно, что данный дом он получил от сельсовета после того, как предыдущий его дом был уничтожен тоже пожаром, на котором погибло два его приятеля. Тогда мужчине удалось спастись. В районном отделе по чрезвычайным ситуациям причиной данного пожара считают неосторожное обращение с огнем. В этом году на Литчине в огне погибли уже 7 человек. Министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко в ходе рабочей поездки на Гродничину встретился со спасателями пожарными при Неманье и вручил отличившимся заслуженные награды. 24 бойца и офицера получили из рук министра медаль за безупречную службу третьей степени. В их числе были и лечане. Первый заместитель начальника, начальник инспекции, надзора и профилактики Литского РУЧС Дмитрий Белявский и начальник сектора организации и функционирования государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны нашего отдела Андрей Горбач. Дмитрий Белявский работает в МЧС уже 23 года. Начинал инспектором профилактики в пожарной аварийно-спасательной части лакокраски. Сегодня он первый заместитель начальника отдела. Медаль за безупречную службу считает Дмитрий Белявский высокой оценкой своего труда и труда всего коллектива. Нас собрал министр по чрезвычайным ситуациям в Республике Беларусь в Слонинском районном отделе. По чрезвычайным ситуациям сказал благодарственные слова. В принципе поблагодарил за службу. Заслуг может быть особых таких и нету. Просто каждый день делаем свою работу. Ну конечно и впредь я буду выполнять свою работу на должном уровне, чтобы оправдать высокое доверие. Андрей Горбач в МЧС пришел в 1998 году. В Лицком отделе по чрезвычайным ситуациям работает с 2000 года. Он поднимался по карьерной лестнице от пожарного до начальника сектора организации и функционирования государственной системы предупреждений и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны. Мне очень приятно, что руководство нашего Лицкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям, а также руководство Гровинско-областного управления выбрало именно меня. Конечно данная награда является правительственной, высоко ценится и на сегодняшний день ставит передо мной более ответственные вопросы, которые я должен решать непосредственно как в рамках поставленных задач республики, так и Лицкого района. По выполнению предупреждения ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также спасения жизни граждан нашего города. С 1 по 4 декабря на территории Лида и Лицкого района проводится специальное комплексное мероприятие «Внимание, возраст!». Пожилые люди – одна из самых уязвимых категорий граждан. В силу своего возраста и состояния здоровья они могут стать объектом совершения преступлений, поэтому им необходимо напоминать о мерах безопасности. В период акции сотрудники отдела внутренних дел активизировали агитационно-разъяснительную работу с населением, выступают в трудовых коллективах, посещают одиноких и одинокопроживающих граждан, а также престарелых, с которыми живут неработающие дети, злоупотребляющие спиртными набитками и ведущие асоциальный образ жизни. В этом году в отношении пожилых людей в нашем регионе совершено уже почти 100 преступлений. В основном это кражи, мошенничества и грабежи. Были случаи причинения телесных повреждений, в том числе и тяжких. С чем хотелось бы обратиться к нашим пожилым гражданам – это никогда не впускать в дом незнакомых граждан, несмотря ни на какие просьбы, которые бы они не предъявили. Принести, дать таблетку валидола, принести, попить. Если человек попросил что-то, то вынесите это ему на порог, окажите эту помощь. Но в дом пускать не стоит, потому что злоумышленники очень часто пользуются такой добротой. Пока один отвлекает жертву преступления, его сообщники успевают проверить все потенние места. И впоследствии люди не находят своих денег, каких-то ювелирных изделий. Кроме того, если лица незнакомые представляются представителями каких-то государственных служб, никогда не надо стесняться попросить у человека удостоверения. Проверить, действительно ли он является представителем государственных организаций. И ему необходимо посетить в данный момент этого человека. Кроме того, собираясь на почту, либо в банк за пенсией, всегда возьмите с собой кого-нибудь из молодых родственников, детей, внуков, чтобы они вас сопроводили в этой дороге, чтобы оказали помощь. Кроме того, хотелось бы напомнить, что в настоящий момент никаких замен денежных средств у нас не производится. Грядущая деноминация, о которой все говорят, она будет только с 1 июля. И до этого момента старые денежные средства на новые меняться не будут. Не покупайте у граждан с рук различные предметы. Посуду, элементы одежды и прочее. Потому что впоследствии потом некому будет предъявить исковые требования, если товар окажется не надлежащего качества или вас обманут с ценой. Точно так же хотелось бы напомнить, что продажа валюты, обмен валюты с рук вне банковских учреждений или иных организаций, которые уполномочены на проведение валютных операций, это противозаконное деяние, которое влечет ответственность. Завершился месячник по наведению порядка на земле. В период его проведения межведомственная группа Лицкого райисполкома, в состав которой входят представители землеустроительной службы и отделы архитектуры и строительства Лицкого райисполкома, Гора инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды и Зонального центра гигиены и эпидемиологии, провела ряд совместных рейдов с целью выявления фактов несоблюдения требований по охране и защите земель. Тему продолжит Оксана Бонцевич. Навести порядок на территории предприятий и организаций, в лесных массивах, на автомобильных дорогах, ликвидировать несанкционированные свалки, а также организовать уборку территорий общего пользования и обустроить места сбора отходов на кладбищах. Всё это необходимо было сделать за время проведения месячника по наведению порядка на земле. За выполнением поставленных задач следила межведомственная группа райисполкома. За истёкший период мы побывали почти во сельских сельских советах, во всех. Посмотрели сельхозобъекты, посмотрели учреждения культуры, территории населённых пунктов, в том числе частные домовладения. Конечно, есть вопросы по наведению порядка и пустующие территории. Они как бы закреплены, но ещё не убраны. За совхозом Лицки, в частности, много территорий пустующих. Территория деревни Малайковщина тоже есть пустыри. Есть много вопросов по дорогам, по прилегающим территориям населённых пунктов. Очень много задач перед жёлкомхозом, потому что правила благоустройства в 2012 году, утверждённые Советы Министров, обязывают специализированную службу поубирать территорию общего пользования в населённых пунктах. Очень большие объёмы работы. В период проведения месячника по наведению порядка на земле межведомственной группой были проверены наличие 1616 объектов территории, 368 территорий, принадлежавших усадьбам и жилым домам. В результате выявлено из 685 нарушений составлено 15 протоколов на сумму порядка 12 миллионов рублей. По всем случаям выданы предписания и установлены сроки для устранения нарушений. Однако подобные проверки проводятся не только во время проведения месячника. Только землестроительной службой Росполкома с начала года было проведено таких 92. По их результатам уплачено штрафов на сумму более 33 миллионов рублей. Эту цифру пополнят и штрафы за время проведения месячника. Были обследованы кварталы индивидуальной жилой застройки в городе Лида. Это микрорайон молодежный, Чеховцы, Лайковщизна, а также кварталы индивидуальной жилой застройки в оградке Йотке. В результате проведенной работы было выдано 22 обязательных предписания гражданам по неиспользованию земельных участков для строительства служб неодноквартирных жилых домов. 20 нарушений было устранено и на двоих были составлены протоколы и направлены в суд. Также были обследованы городские территории, которые закреплены за предприятиями, организациями города для наведения порядка. В результате было составлено 4 обязательных предписания юридическим лицам. Нарушения проверяющими были выявлены по всем сельсоветам, в том числе и в Круповском. Особые проблемы здесь на территории бывшей воинской части. Где можно было привлечь людей, люди открывали свое производство, люди занимаются предпринимательством. Все, что было возможно, было сдано в аренду. К сожалению, часть зданий и помещений, их трудно приспособить под какое-то производственное помещение, под склады. Поэтому на сегодняшний день вовлечь в оборот не представляется возможным. Но опять же, снос этих зданий требует колоссальных материальных затрат. Очень большая площадь, они разбросаны по территории, более 140 гектаров в лесу. Если для наведения порядка на территории воинской части нужны немалые средства, то, чтобы облагородить частные подворья, особые денежные затраты не нужны. Однако и здесь есть проблемы. Разваливающийся сарай, свалка в огороде, перекошенный забор. Такие картины все еще можно видеть в сельских населенных пунктах. Работа проводится также и с гражданами, необходимая, по мере, в общем-то, каких-то возможных, сложных ситуаций, обращений. С сельским советом совместно также выезжаем, пытаемся помочь, подсказать, ведется какая-то работа. Но стараемся всеми силами, в общем-то, более-менее сделать ситуацию лучше и чище наш город, как и район в целом. Месячник по наведению порядка завершен, но проверки по-прежнему будут проводиться. И к тем, кто упорно игнорирует требования проверяющих, будут применяться административные меры. Определен победитель областного конкурса молодой специалист 21 века. Им стал учитель английского языка и информатики из Дятлова Тарас Орсик. В финале конкурса участвовали 8 молодых специалистов. В их числе была и воспитатель Лицкого дошкольного центра развития ребенка номер 1 Вероника Май. Она выступила достойно, но не вошла в тройку лидеров. Личанка получила диплом участника, а также диплом победителя регионального конкурса молодой специалист 21 века. Напомним, Вероника Май сразу одержала победу в районном конкурсе, а затем была сильнее соперников на зональном этапе. Медики за здоровый образ жизни. Акция под таким названием прошла в Лицкой центральной районной поликлинике. Она была направлена на привлечение медработников к здоровому образу жизни. На импровизированной поляне здоровья врачи и медсестры представили постные блюда, приготовленные только из богатых витаминами продуктов. Сегодня всем известно, что от человека здоровье зависит на 90%, а от медицины здоровье зависит только на 10%. Поэтому в первую очередь должны приверженцами здорового образа жизни не быть, конечно, медицинские работники. Поэтому цель сегодня наша была приготовить здоровую рациональную пищу. Если медицинский работник будет сам выполнять те нормы здорового образа жизни, он сможет их рекламировать и среди своей семьи, и среди знакомых, и среди своих пациентов. Участниками акции, организованной в районной поликлинике, стали настоятель храма всех святых протеерей Владимир Яромич и клирик этого же храма иерей Александр Сбириновский. Они служили молебен за здравие работников медицинского учреждения, а затем и святили рабочие кабинеты. В каждом священники оставили икону с ликом покровителя врачей, святого Луки. В пятницу в 15 часов в Лицком историко-художественном музее откроется выставка «Православные святыни Лицкого края». Представленные на ней фотографии позволят ознакомиться с особенностями православной архитектуры личины. В экспозиции можно будет увидеть и храмы прошлых веков, начиная с 18-го и современные. Также выставлены будут иконы 18-го и 20-го столетий, древние церковные облачения и старинные предметы церковного обихода и старопечатные книги 17-го и 20-го веков. Работать выставка «Православные святыни Лицкого края» будет по 20 января. К новостям спорта. В последнем матче чемпионата Беларуси в экстралиге хоккейный клуб «Лида» обыграл дома бобруйскую команду «Динамо». В то время как гости поразили ворота хозяев лишь дважды, рыцари сделали шесть результативных ударов. После этой встречи «Лида» осталась первой в своей подгруппе. У нее 31 очко. У ближайшего преследователя новополоцкого химика СКА 28 очков. Следующая игра у красно-синих завтра. На выезде они сразятся с Брестом. «Мы за здоровый образ жизни» под таким девизом прошла минувшая суббота у работников Лицкого райисполкома. В этот день был дан старт в спартакиаде, в программу которой входит 8 видов. Начиналась она с дарца и спортивной эстафеты. И хотя госслужащих привычнее видеть в строгих костюмах, спортивная форма им тоже оказалась к лицу. Да и накал страстей на площадке был не меньше, чем во время выступления профессионалов. У дельники спортивной эстафеты зусим не нагадывали серьезных начальников. Кожного настолько охапил азарт, что сдавалась аголовная мета их життя присти до финишу першими. Яны эмоционально переживали неудачи коллег по команде, и як дети радовались, а коли все отрымливалось без помылок. Глядячи на тое, что отбывалося на пляцовце, никто и не сдагадался, что в звычайном житии гэта керовники и галонные специалисты отдела у райвы Ганкама. И что яны каждый день выращают важное для региону пытание. Занимаемся каждый день. Команда боевая, дружная и спортивная. У нас каждый день физкульт-минутки. Разминка перед планеркой, после планерки. В общем, мы в хорошей физической форме, потому что не можем в отдел образования. С 13-го у нас спорта и туризма! Команда настроена очень-очень. С утра как бы так сразу пока разогрелись, но потом так все пошло, уже довольно веселые лица у этой команды. У спортивной эстафеты удельничали 6 команд – управление сельской господарки и харчевания, управление по праце занятостей социальной обороны, отдела экономики, отдела адукации, спорта и туризму, отдела идеологичной работы, культуры и по справах молоди, и Берузовска, городскох и сельских выконкамов. Правда, у их склада выступали представники инших отделов. Перед удельниками из поборниц стояла задача показать худкость, предметкость и аккуратность у восьми эстафеток. И хотя большая сдержслужащих люди далекие от великого спорта, на пляцосы все выкладывались на 100% и тем самым уносили свою кладу огульный выник. Настроение бодрое, много адреналида и есть желание, по крайней мере, войти в тройку сильнейших. О, нормально все. На что рассчитываете? На победу. Только на победу? На победу, конечно, первое место. Тройка масснейших вызначилась практически на первых минутах спортивной эстафеты. Это были команды отдела экономики, отдела адукации, спорта и туризма и управления по праце, занятости и социальной обороны. Разом с тем, остальные удельники не отратили надея на перемогу, измогались и до опошнего, а ли отсюда не отбылося. Лидеры поделили помеж собой пьеды стал. Третье место заняли работники управления по праце, занятости и социальной обороны. Другое – отдела адукации, спорта и туризма. Пераму уж завоевала команда отдела экономики. В складе Айкой выступали так само представники отдела гандли и послуг финансового отдела отдела жилево-коммунальной господарки управления с правами райвы Конкама. Помогла воля к победе не то, что всей команды, а каждого лично. Потому что вы видели, каждый рвал буквально победу, рвал пятки, рвал кроссовки. Поэтому, ну, наверное, поэтому. И в целом, в принципе, все за здоровый образ жизни, все любят спорт. И без спорта никуда. Меньш видовищно, а ли не меньше эмоционально проходили с поборництвы подарцы. Усе старались набрать больше очков, только не которым зарабить гэта перешкоджала хваляванне. В этом виде перемогу сяруджанчин завоевала головный специалист сектора энергоэффективности отдела экономики Юлия Якимович. А сяруд мужчин – начальник отдела адукации, спорта и туризма Александр Кадлубай. Узнагороды по выниках с поборництва отримали вядомашня усе, а ли все удельники отримали зарад энергии порцию адреналину. До того ж активный отпочинок пришелся держслужачам до спадобы и выкликал массу позитивных эмоций. Самое ценное, что есть у человека – это его жизнь. И чем она будет ярче, продолжительнее и наполнена событием, будет зависеть счастье человека. И все мы прекрасно понимаем, чтобы не зависеть от лекарств, чтобы вести активный образ жизни, необходимо поддерживать свое здоровье. Цель любой спартакиады, которую мы сегодня проводим – это вспомнить о том, что наше здоровье в наших руках. Спортивных объектов в Лицком районе предостаточно. Они сегодня заполнены и молодыми людьми, которые занимаются профессиональным спортом, и любители, и пожилые граждане. Поэтому госслужащим необходимо обязательно взвесить все аргументы, которые позволят им вести здоровый образ жизни. Спартакиада сиротработников Лицка Харайвы Конкама будет проходить на протягу некоторых месяцев. У Снежни команды будут гулять в волейбол, у студии – в бильярд, у лютым – у настольный теннис, а у соковика – у шашки. У красовику держслужащие примутю дел в спартакиаде здоровье. Заключным этапом с поборництва станет туристичный взлет. Его проведение заплановано на червень. У меня все. Следующий выпуск информационной программы «События» смотрите на нашем канале в пятницу. Завтра в 19 часов в эфир выйдет программа «Из первых уст». Ее гость – директор Лицкого районного территориального центра социального обслуживания населения Татьяна Петух. Задать вопросы ей можно по короткому номеру 182 или посредством СМС. Сообщение можно отправлять на номер 9703. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова